Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы в гостях у Кушелева Александра Юрьевича, руководителя лаборатории «Наномир» и поговорим о технологии получения энергии из эфира. Зададим несколько вопросов, может быть, посмотрим какие-то из экспериментов. Итак, Александр Юрьевич, добрый день! Передаю вам слово. Здравствуйте! Задавайте вопросы, отвечу на любой. Итак, Александр Юрьевич, что же все-таки послужило заняться научной работой, каковы были предпосылки? Сидел я как-то в уроке физики в школе и смотрел шкала электромагнитных волн. Сначала радиоволны, потом покороче, а потом бац, видимый свет, фотоны. Но я же знаю, что вот радиоволны, это как вот круги на воде, бросил камушек и во все стороны пошли. А что такое фотон? Фонариком посветил, вот луч туда, а обратно ничего. Я думаю, что это так странно по-разному. И вот, собственно, за это я зацепился. Все подумали, что когда энергия растет, то волна начинает идти лучом. Солитоны пошли. То есть фотоны – это электромагнитные солитоны. Вот. То есть эта идея, когда, значит, появилась у меня, я решил ее проверить. Ну, а как проверить, солитон или нет? Трудно. Тогда, значит, гипотеза второго порядка, что электрон – это уже закольцованный солитон. То есть уже пучок электромагнитных волн идет по кругу. То есть не только не может разойтись, но и даже прямо не может, только по кругу. Вот. А это уже как проверить? Есть модель кольцевая. Значит, из нее можно лепить кольцегранники. Вот, видите, кольцегранная структура молекулы белка, то есть субъединица вируса. То есть как только восемь электронов сложились в многогранник, в восьмигранник, да, его можно проверить, потому что в учебнике химии написано, что атом имеет симметрию восьмигранника. Кристаллы химии там и так далее. И вот таким образом научная работа привела к научному открытию кольцегранного микромира. А, кстати, в 2015 году кольцегранный микромир уже обнаружили экспериментально с помощью атомного силового микроскопа. То есть иглой, на конце которой молекулы СО прощупали атомы меди и железа на подложке, и обнаружили кольцевую структуру. Так что открытие кольцегранного мира подтвердилось. Ваше предположение о возможности существования эфира? Ну, значит, представим себе, что по воде идут волны. Ну, есть аналогия звуковые волны по воздуху, да, или электромагнитные волны. Значит, если волны, значит, какая-то среда есть, не могут же волны идти так, чтобы ничего не колебалось. То есть, если у нас колебания есть, значит, есть маятник, который колеблется. Поэтому, когда в начале века физики отказались от маятника, но оставили колебания, это же как-то странно. То есть, получается, колебания без маятника, волны без среды. И вот с этим абсурдом физика живет уже много поколений физиков. Но получается так, что если среда есть, значит, от нее можно взять энергию. Осталось только разобраться, как. Александр, как по-вашему, почему поперечно-магнитные волны показывают, что тело твердое? Ну, значит, если мы будем рассматривать волны в воздухе, в воде, то они всегда продольные. Почему? Потому что поперечные волны – это волны сдвиговой деформации. То есть, если воздух сдвинуть, он обратно не возвращается. Если воздух сдвинуть, она обратно не возвращается, только на поверхность. Вот. А в твердом теле, если мы возьмем твердое тело и его попытаемся сдвинуть, то оно возвращается, у него есть упругость сдвиговая. И поэтому, если мы обнаружили поперечные волны, значит, они идут в твердой среде. А раз электромагнитные волны поперечные, Герц с помощью поляризационных решеток это обнаружил, то, значит, эфир твердый. Есть ли на сегодняшний день подтверждения в современном мире ваших научных разработок? Значит, первое подтверждение – это тема пикотехнологии. То есть, в 2015 году с помощью атомного силового микроскопа удалось прощупать кольцевые грани атомов, и таким образом пикотехнология подтвердилась. А с 2004 года эта пикотехнология уже изучается в школе по научным пособиям с моими моделями кольцограммами. Ну, а вместе с пикотехнологией простых молекул подтвердилась и пикотехнология белков. Сейчас уже как раз в 2015 году вышла книга «Пикотехнология белков». А вторая тема – это двигатель электромагнитный, который я испытал в 1992 году. В 2014-м такой же двигатель испытали в НАСА. Таким образом подтвердилась вторая тема – электромагнитный двигатель без реактивной струи или М-драйв. А третья тема – это энергетика микроволновая. То есть в 2011 году в Дубне был проведен как бы решающий эксперимент, и резонатор диэлектрический, рубиновый, он засветился, но не разрушился. И таким образом было сделано научное открытие, которое является подтверждением, что тема энергетика – это тоже мы находимся на правильном пути. Три темы – все подтверждаются. Александр Юрьевич, расскажите, пожалуйста, про двигатель М-драйв. В 1992 году я испытал электромагнитный двигатель без реактивной струи. Тогда я его назвал в научной статье «Microwave Engine», но это на самом деле синоним М-драйв. То есть если вы сейчас наберете в гугле «М-драйв» или «Microwave Engine», вы все равно попадете на одни и те же страницы. В 2001 году такую идею высказал еще и Роджер Шайер из космического агентства Великобритании. И в 2002 году он сумел сделать первый эксперимент и тоже получил силу тяги без реактивной струи. А в 2012 совместно с китайцами он уже получил силу тяги 72 грамма. А в 2014-м уже в агентстве НАСА испытали аналогичный двигатель гвидофетта. И когда уже НАСА испытала, то уже перестали все смеяться надо мной, над груджером Шайером и стали говорить, что да, действительно можно сделать двигатель, невозможный двигатель. Вот такая история. Ну естественно, что американцы, они уже знают про эксперименты России, сделанные в России, но они не хотят их обсуждать и так же как вот про Менделеева замалчивают. То есть про Менделеева они заговорили через 143 года после его публикации. Признали наконец, что был такой Менделеев. А каким образом из эфира берется энергия? Чтобы взять энергию эфира, нужно догадаться, как он устроен. То есть я в свое время сделал модель эфира, я вам ее покажу, которая является усовершенствованной моделью Максвелла. Значит, Максвелл в свое время сделал шестеренчатую модель эфира. И я предполагаю, что элементы эфира, их можно условно обозначить шестеренками, конечно, это какие-то процессы, но можно их условно обозначить шестеренками вращающимися. Ну а вы же знаете, что если взять шестеренчатый механизм, то он может задребезжать. Вот если создать условия дребезга шестеренок Максвелла, то мы сможем тормознуть шестеренки Максвелла и взять часть их энергии вращения и преобразовать их в колебания. Ну и какие принципы создания дребезга шестеренок Максвелла? Это создание обратной связи положительной с помощью резонатора. То есть именно таким образом можно создать дребезг обычных шестеренок, воблинг, шимминг автомобиля, флаттер самолета. То есть надо создать обратную связь. Это делается с помощью резонаторов. То есть скрещенные поля большой интенсивности. И при этом, например, можно делать резонаторы в виде эллипсоидов с фокусами. Если между фокусами расстояния полуволны, а через отражение будет на четверть волны больше, то получается условие преобразования энергии. Элементы будут медленнее крутиться, зато начнут колебаться. Есть ли на сегодняшний день доказательства, что строение вещества кольцегранное? Да, вот как раз в 2015 году с помощью атомного силового микроскопа удалось прощупать кольцевое строение внешнего электрона атома. И таким образом подтвердилась и пикотехнология простых молекул, ну и, соответственно, пикотехнология белков, которая была создана еще в 1992 году. За это время вышла книга, сейчас в этом году, пикотехнологии белков. Несколько лет назад мне удалось разобраться с механизмом трансляции ДНК, то есть когда рибосома собирает по генетическому коду белок и поворачивает аминокислоты в зависимости от генетического кода. То есть стало теперь понятно, каким образом строится белок с точностью до пика метров. Александр Юрьевич, а на какой стадии разработок Вы сейчас находитесь? Ну, по большому счету, наука не стоит на месте, поэтому с 1992 года М-Драйв дошел до рубиновых двигателей. То есть я сейчас могу включить рубиновый двигатель, но если будет от чего, который может поднять в тысячу раз больше своего веса. А предел для М-Драйв инопланетной разработки это где-то в миллион G. То есть он может поднять в миллион раз больше своего веса или разогнаться с ускорением в миллион G. А в плане пикотехнологии уже создана пикотехнология белков и даже ДНК-конструкторы виртуальные, с помощью которых удалось разобраться, как происходит трансляция генетического кода и собираются белки с помощью рибосомы. Расскажите, а почему выбраны именно эти материалы, которые Вы сейчас используете? Вообще для каждого диапазона есть материалы с рекордными параметрами. Вот, например, рубин и вообще корунт, у него рекордные параметры в миллиметровом и сантиметровом диапазонах. То есть если мы работаем в дециметровом диапазоне, то вполне можно использовать различные керамики. Либо это керамика, скажем, поликорунт. Я уже померил, подходит и пьезокерамика для нашей работы. А если говорить о метровом диапазоне и больше, то там подходит гранит, базальт, даже известняк. Поэтому крупные, скажем, аппараты, которые могут вытаскивать энергию из эфира, можно делать даже из гранита. Что на сегодняшний день необходимо сделать, чтобы понять, в правильном ли Вы двигаетесь направлении? Ну, обычно же для этого нужно промежуточные результаты. То есть если нет промежуточных результатов, значит, скорее всего, направление неправильное. Значит, вот мы в 2011 году провели эксперимент в дубне. И обнаружили, что резонатор, если заменить прозрачный на рубиновый, он уже не разрушается при большой напряженности, а просто начинает светиться и лишнюю энергию высвечивает. Вот, и получилось научное открытие. То есть удалось создать защиту диэлектрических резонаторов от разрушения. Ну, а когда промежуточный результат – это научное открытие, то это говорит о том, что, скорее всего, мы на верном пути. Поясните, при помощи какой программы Вы рассчитывали электромагнитные волны? Сначала мне помогали рассчитывать, моделировать резонаторы в программе CST, потом HFSS. Ну, и сейчас я уже сам освоил программу HFSS и моделирую сотнями разные резонаторы. И фактически сейчас идет поиск как бы самого дешевого варианта, потому что самое большое ограничение – это по финансированию. Поэтому мы сейчас нашли вариант, когда рубиновое яйцо за несколько десятков долларов, у него вставляется пьезокерамическая вставка, и получается, что не нужно никаких больше приборов. То есть просто ударом можно включить источник энергии. По какой причине электромагнитные волны в материале не угасают? Ну, если речь идет о таком материале, как сапфир или рубин, то в миллиметровом диапазоне тангенс угла потерь 10 в минус пятый. Что это значит? Это значит, что на каждом периоде колебаний резонатор теряет 10 в минус пятой степени запасенной энергии. То есть при 100 тысячах колебаний теряется половина энергии приблизительно, там в корень из двух раз. Поэтому, конечно, потери происходят, но небольшие. И если мы с помощью таких резонаторов создадим скрещенные поля и заставим дребезжать шестеренки Максвейла, то тогда энергия вращения будет подталкивать колебания, и вместо того, чтобы затухать, они будут, наоборот, становиться все сильнее. И вот здесь уже нам надо защитить резонаторы, чтобы их не пробило. И вот для этого вместо прозрачного сапфира используется рубин, который при слишком большой амплитуде начинает светиться и лишнюю энергию сбрасывает. Поэтому будет стабилизация. Александр Юрьевич, расскажите, а что такое добротность материала? Ну, вообще, речь идет о добротности резонатора, потому что материал, у него характеристика тангенс угла потерь. То есть, какая часть энергии теряется на каждом периоде волны. А у резонатора это, значит, добротность, которая, обратная величина потерям. То есть, если на каждом периоде колебаний теряется, скажем, десять процентов, значит, добротность у нас десятка. Если один процент, значит, добротность сотня. Если десятая доля процентов, значит, добротность тысячи. У рояльной струны, например, добротность десять тысяч. То есть, сотая доля процента на каждом колебании теряется. А у рубинового резонатора, вот скажем, такого, у него добротность может быть, например, 50 тысяч, больше, чем у рояльной струны в 5 раз. И в завершение, ответьте на такой вопрос. Каким образом происходят волны из эфира? Ну, вообще говоря, волны из эфира не происходят, их просто можно создать. То есть, если эфир не волнуется, то его незаметно, кажется, что это пустота. Так же, как вот воздух. Если его не колебать, то кажется, что его и нет. А вот когда его пошли колебания, мы услышали звук. Раз есть звук, значит, есть и что, колеблется воздух. Так же электромагнитные колебания, в частности, свет. Если идет свет, значит, в этом месте есть эфир, он колеблется. А создавать волны в эфире можно разными способами. Ну, например, когда уже есть элементарные частицы, например, электроны, то достаточно их потрясти, и пошла электромагнитная волна. Александр Юрьевич, что-нибудь интересное нам покажете? Может быть, какие-то модели или что-то из ваших экспериментов, которые сейчас проходят? Давайте я вам покажу свеженький эксперимент. Вот вы посмотрите, как измеряются параметры пьезокерамики. И на этот эксперимент удачный. То есть как раз эта пьезокерамика подходит для эксперимента. Итак, Александр Юрьевич, вот всю беседу за моей спиной здесь отработал осциллограф. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что сейчас здесь происходит, какие показатели измеряете, с какой целью? Значит, здесь мы проверяем, хватит ли добротности резонатора, сделанного из пьезокерамики, чтобы включить новый источник энергии. Значит, вот мы видим здесь неравномерность амплитудно-частотной характеристики, которая меняется синхронно с вращением резонатора. Но если, значит, резонатора не видно, то можно отодвинуть лампу, и будет видно движение резонатора. Ну и синхронно с этим движением мы видим изменение спектра. Это уже гарантирует, что спектр связан именно с резонатором, а не с измерительным трактом. Здесь видно, что ширина полосы достаточно узкая, то есть добротность пьезокерамического резонатора превышает 3000. Это достаточно, чтобы из этой пьезокерамики делать источник энергии в виде эллипсоида. Но если это будет вставка в рубиновый резонатор, то тогда тем более хватит. А вот сейчас колебания немного изменились. Это уже зависит от скорости, да? Остановился резонатор. Да, вот сейчас он пошел крутиться, и опять виден спектральный пик. То есть вот эта зона, это зона спектрального пика, где видна неравномерность характеристики. И большое количество уже пьезокерамических элементов вы уже и успели опробовать, чтобы определить какое-то максимально подходящее для этих целей? Ну, пока что это первый пьезокерамический резонатор. Вот, ну, вы же привезли еще остальные, значит, мы их все проверим. То есть вот все эти типы резонаторов мы проверим, и узнаем, какая керамика лучше подходит, то и будем использовать. То есть закажем уже именно из этой керамики. Но вообще их очень большое количество типов существует, да? Вот китайская фабрика выпускает 20 разных типов. Я думаю, что их все лучше проверить, потому что лучше 20 экспериментов провести, зато потом уже заказать из самой лучшей керамики. Я понял. Отлично. Что-нибудь еще помимо этих экспериментов сейчас проводите? Какие-то исследования или, может быть, испытания? Здесь очень много подвешено различных моделей. Вот буквально пару слов об этом. И вот очень интересная вещь, похожая на линейку. Что это такое? Ну, это модели белков. Здесь есть модель ДНК. А это измерительные инструменты инопланетной разработки. Это рулетка Ханумана. То есть она отличается от обычной рулетки тем, что на обычной рулетке деление, если уж не видно, то не померишь ничего. А здесь сначала, если вы будете удаляться от нее, исчезнут миллиметровые деления, отдельные шарики. Потом сантиметровые деления. Но еще будут виды дециметровые. То есть можно работать и на уровне миллиметров, и на уровне сантиметров, и на уровне дециметров. То есть это очень широкий масштабный измерительный инструмент И вот примерно на каком расстоянии можно будет увидеть... Ну, с оптикой это и километр То есть это можно увидеть дециметровое деление на расстоянии километра В отличие от линейки, у которой, то есть если не видно делений, то там уже ничего и не рассмотришь, да? То уже ничего не померишь, конечно А вот у меня в руках интересный такой браслет То есть это, что вы можете о нем сказать? То есть это подобие какого-то инструмента, да? Если мы из источников энергии соберем батарею, то это фактически летательный браслет может получиться То есть он может работать как источник света, как источник, скажем, тепла И одновременно он может работать как летательный браслет То есть он может создавать силу... То есть какую-то кинетическую такую энергию, да? Он может создавать силу вдоль костей к центру тела Если у вас надеты 8 браслетов или 12, то как вы направите вектор тяги, так вы и полетите То есть если вы назад на руки, то вы как будто отталкиваетесь от какой-то опоры, на самом деле от эфира А если хотите затормозить, то наоборот, руки вперед, и вы можете затормозить Опять же, упираясь как бы в потолок Да, как бы в потолок, но на самом деле в эфир Представлена модель молекулы ДНК А могли бы чуть поподробнее рассказать об этой модели и, может быть, что-нибудь интересное, какие-то интересные факты? Да, дело в том, что это, на самом деле, конец транспортной РНК То есть если бы была полная модель, то она была бы до третьего этажа Вот, там 100 таких ступеней А, значит, эта транспортная РНК, она, значит, подходит к рибосоме Вот, и здесь ее срезают третью букву, значит, кода И по ней, когда она продолжает вращаться Определяется угол поворота аминокислоты, который находится на другом конце То есть в рибосоме, когда совпадет с ответной частью Транспортный РНК останавливается И аминокислота вставляется в белок уже под нужным углом Который кодируется вот как раз вот этими третьей буквы генетического кода То есть это модель, которая объясняет механизм трансляции То есть перевода генетического кода в структуру белка Уважаемые зрители Наша сегодняшняя встреча подходит к завершению И мы очень благодарны Александру Юрьевичу за уделенное время Как оказалось, он не только научный деятель, но еще отлично работает руками И всю сегодняшнюю встречу нас сопровождала модель субединицы вируса Вот, и возможно за чашечкой чая у нас будет возможность чуть больше поговорить на эту тему Александр Юрьевич, очень благодарю Надеюсь, что мы еще с вами обязательно увидимся Заходите еще Хорошо, всего доброго, до свидания Удачи! Удачи! КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok